Когда произносишь слово рейд, невольно возникают ассоциации с комиссией из нескольких человек, которые со строгими лицами торжественно ходят по объектам и выискивают недостатки. На самом деле, для сотрудников Госадмотехнадзора это почти рутинная работа. И для того, чтобы отреагировать на жалобы жителей или планово посетить какое-либо место в городе, по большому счету, больше одного человека и не требуется. Уже по дороге на объект инспектор придирчиво осматривает дорогу. Здесь нарушений нет. Не допускается, не допускается, ибо 10% от общей численности фонарей в нерабочем состоянии. Наверное, мы сочетать не сможем, потому что так много. Либо два нерабочих фонаря подряд. Сворачиваем с заводской на улицу Гаевского и тут же попадаем в полный мрак. Фонари не работают на всей улице. Горят лишь окна домов, что для освещения и дороги, и пешеходных путей, конечно, недостаточно. Мы ходим другой стороной. Сегодня первый раз мы здесь пошли. Ну, конечно, да, проблематично, что и детей не видно, и дорогу. В темноте видны лишь силуэты прохожих. Дорогу в буквальном смысле приходится прокладывать на ощупь. Нарушением, с точки зрения Госаднотехнадзора, считается неработающие два фонаря подряд. А здесь целая улица. Комментарии излишни. По данной ситуации балансный содержатель данной линии будет привлечен к административной ответственности. Плюс ему будет выдано предписание. Срок предписания будет не менее суток исполнительный. Операция с говорящим названием «Свет» проводится сотрудниками Госаднотехнадзора на постоянной основе. Причина столь пристального внимания к уличному освещению проста. По статистике, именно на неосвещенных улицах резко возрастает вероятность совершения правонарушений, как в отношении граждан, так и их имущества. Да и просто пешеходу идти по темной улице, особенно когда под ногами лед, очень проблематично. Конечно, некомфортно, ничего не видно. Под ногами идешь скользко. Ужасно. Ясно. А с ребенком, наверное, вообще кошмар. Безусловно, в данном конкретном случае речь может идти и о какой-нибудь аварии. В любом случае, ответственные лица будут вызваны в Госаднотехнадзор, где обязаны будут написать объяснительные записки. Если в течение определенного законом срока ситуация не изменится, им грозит штраф. В статье 6.10 Кодекса административных правонарушений Московской области предусматривает штрафные санкции от 5 до 40 тысяч рублей на юридических лиц. Срок устранения в сутки, так как не работает более 25% освещения. Несмотря на то, что дни становятся длиннее, темное время суток все еще занимает значительную часть времени. Отсутствие света на улице зимой опасно еще в сочетании с погодными факторами. А потому операция «Свет» будет продолжена. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.